Оказались в числе жертв теракта в столице Мали-Бымако. Все они сотрудники авиакомпании «Волга-Днепр». Самые охраняемые и престижные гостиницы африканской страны. Экипаж грузового самолета отдыхал перед вылетом. В роковое утро пятницы коллеги разделились. Шестеро спустились в ресторан, куда вырвались боевики. Шестеро остались в номерах. Это их спасло. Еще трое граждан России в тот момент находились в аэропорту. О малейском кошмаре следующий репортаж. Это имена россиян, которые погибли в результате террористической атаки в Мали. Все они из Ульяновска. В их родном городе повесили памятную табличку. Сюда люди несут цветы, зажигают свечи. Да, безусловно, это очень печальное, очень неприятное событие. И я лично, и, естественно, все ульяновцы выражают самое искреннее соболевание ребятам, которые по велению, скажем так, судьбы оказались в этом месте. Мы все переживаем вместе с ними, с их родственниками. Погибшие россияне были сотрудниками авиакомпании «Волга-Днепр». Во время служебной командировки вместе с коллегами жили в отеле «Рэдисон Блю» в Бамако. Ужем вышли из своих номеров и спустились на завтрак. В это время к отелю на машине с дипломатическими номерами подъехали боевики. Расстреляли охранников. Затем захватили заложников. Нескольких отпустили. Тех, кто смог процитировать строчки из Корана. По остальным начали стрелять. Я была в отеле, когда началась стрельба. Я связалась со своими коллегами. Мне сообщили, что произошел захват. Я следовала всем указаниям. Нам велели сохранять спокойствие, держаться подальше от окон и спрятаться. После 10 часов переговоров здание решили штурмовать. На помощь малийским войскам пришли американские и французские солдаты. В результате теракта погибли 19 человек. Среди жертв граждане Америки, Франции, Китая, Турции и Германии. 7 человек госпитализировали. Сахаро-Сахельский регион, куда входит в частности север Мали, является одним из опаснейших очагов, террористических очагов на африканском континенте сейчас. И Мали находится на переднем крае борьбы с исламским терроризмом. Борьба ведется уже в два с лишним года. Ответственность за произошедшее взяла на себя малийская радикальная группировка, близкая к Аль-Каиде. Два террориста убиты. Службы безопасности Мали ищут еще троих подозреваемых в причастности к атаке. В республике введен режим чрезвычайного положения. Как минимум на 10 дней. В Мали уже несколько лет не стихает гражданская война. Весной 2012 года там произошел госпереворот. Боевики формирования Ансар-1 захватили власть. В 2013-м Франция и Германия отправили в Мали международный десант и свергли исламистский режим. Но к политической стабильности это не привело, утверждают эксперты. Там слабое государство. Там нет собственно нации никакой. Там есть племена. Там полностью коррумпированная полиция и вооруженные силы. Там, понимаете, нет какого-то стержня. Семьям погибших россиян выплатят компенсацию. В Ульяновской области понедельник объявлен днем траура. Скорбят и жители республики Мали. Анастасия Цепиева, Андрей Ященко, Ирина Топоркова. Life News. Десять новых подозреваемых в связях с террористами задержали в ходе рейда в Брюсселе и его окрестностях. Полиция ведет охоту за сбежавшим после парижских терактов боевиком Салахом Абдесламом. В бельгийской столице в субботу объявили наивысший уровень террористической угрозы. Отменены все массовые мероприятия в общественных зданиях. Закрыто метро, рынки, торговые и спортивные центры, галереи и музеи. С наступлением темноты работу прекратили бары и рестораны. Не состоится выступление известного французского рок-певца Джонни Холидея. Шоу-звезды перенесли на следующую весну. Для граждан открыли экстренную телефонную линию. Улицы патрулируют полиция и армия. Во время обысков в эмигрантском квартале Мэленбеке обнаружили химические и взрывчатые вещества, также оружие. Власти не намерены останавливаться на достигнутом. В МВД предлагают проверить все квартиры, где проживают вернувшиеся из Сирии иностранцы. Несмотря на эти меры, премьер-министр страны призвал бельгийцев сохранять спокойствие. Правительство просит населения быть начеку, но также мы просим избегать паники. Необходимо мыслить трезво. Мы относимся к ситуации очень серьезно и будем и дальше принимать все необходимые меры, согласно той информации, которую мы регулярно получаем и анализируем. Расследование терактов в Париже привело и в Турцию. В курортной Анталии задержали трех предполагаемых террористов. Одного из них подозревают в отборе целей для нападения на французскую столицу. По данным турецкой прессы, 26-летний Ахмед Дахмани гражданин Бельгии марокканского происхождения. У следствия есть данные о том, что он тщательно изучал именно те места в Париже, где в прошлую пятницу действовали террористы. Кроме того, под стражей оказались и двое сирийцев. Они, предположительно, должны были оказать Дахмани содействие. Первая помощь для террориста. Выживший в терактах в Париже медбрат рассказал, как по незнанию пытался спасти одного из смертников на бульваре Вольтера. На этих кадрах видно, как медик делает непрямой массаж сердца бездыханному молодому человеку. Лишь спустя несколько минут парижанин начал понимать, кто перед ним. Его догадку подтвердили и прибывшие на место спасатели. Боевиком оказался бельгиец Ибрагим Абдеслам. Позже удалось установить, что его пояс Шахида сработал не по плану. Иначе жертв могло быть намного больше. Когда я увидел пострадавшего на полу, он был без сознания. В его внешности не было ничего особенного. Но потом я заметил, что в боку у него страшная рана, огромная дыра. Я разорвал на нем футболку и увидел провода. Тогда я понял, что стало причиной взрыва, и что передо мной смертник. Только несколько дней спустя я осознал, что мое решение помочь этому человеку едва не стоило мне жизни. Я до сих пор об этом думаю. Возмездие за теракты российская авиация усилила удары по позиции могил в Сирии. С боевиками борются крылатыми ракетами, осколочно-фугасными и бетонобойными бомбами. К операции против террористов подключилась Каспийская флотилия. Уже на подходе авианосец Шарль Деголь. Российский флот готовится к совместным действиям с флагманом французских военно-морских сил. За развитием событий следит мой коллега Олег Сидякин. Вертолетная пара в воздухе – обязательная мера безопасности. Штурмовики Ми-24 «Лань» по классификации НАТО из-за своих очертаний у российских военных получили прозвище «Крокодил». Ударные винтокрылые машины постоянно патрулируют периметр авиабазы Хмеймим под Латакией, где базируется авиагруппа ВКС России. Несмотря на то, что бояков сирийская армия отбросила на границы провинции, остается вероятность прорыва диверсионных групп, в особенности по горам, которые в паре десятков километров от взлетки. После того, как вертолетчики подтверждают окрестные высоты чисты, экипажи получают приказ на вылет. Техники досконально проверяют все узлы и системы самолетов. Специалисты по вооружению крепят арсенал. Только после боевую машину принимает командир. Лица летчиков показывать нельзя. Это не цензура, меры безопасности. После осмотра на взлетке выстраивается целая очередь из самолетов. Российские экипажи каждые полчаса поднимаются в небо на истребителях, бомбардировщиках и штурмовиках. Они оказывают активную поддержку в зоне боевых действий правительственной армии. Идер-митер освобождает сирийскую землю от террористов организации ИГИЛ. Операция российской авиагруппы в сирийском небе уже получила говорящие названия «Возмездие». Со взлетки уходят проверенные во многих конфликтах эскадрильи штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24. Их работу прикроют истребители Су-30СМ и совершенное оружие воздушно-космических сил многоцелевые комплексы поколения 4++ Су-34. У каждого под фюзеляжем самое современное вооружение. Кроме осколочно-фугасных бомб калибра 250 и 500 килограммов, на позиции террористов сбрасываются бетонобойные бомбы и самые современные, управляемые и корректируемые. Однако, по мнению главнокомандующего Владимира Путина, и этого недостаточно. К действиям авиагруппы подключают стратегическую авиацию и корабли в Средиземном и Каспийском морях. 20 ноября корабли Каспийской флотилии выполнили пуски 18 крылатых ракет по 7 целях в провинциях Рака, Идлиб и Алеппо. Все цели поражены. Результат ударов наших крылатых ракет попадает в объективы пропагандистов исламского государства. При резком свисте в воздухе экстремисты начинают усиленно молить о пощаде, но уже поздно. За полтора месяца активной фазы выпущено сотня крылатых ракет. Сброшено порядка двух тысяч бомб. Боевики запрещенного исламского государства ежедневно лишаются баз и лагерей подготовки террористов, командных пунктов и узлов связи, караванов с оружием и складов с боеприпасами. Так называемую свободную охоту наши летчики начали за заводами по производству взрывчатки, пунктам нефтедобычи и автоцистернам с горючим. Принято решение, в соответствии с которым российские боевые самолеты вылетели на так называемую свободную охоту за автомобильными цистернами, перевозящими нефтепродукты, принадлежащие террористам в районах, которые контролируются ИГИЛ. Кроме того, сегодня бомбардировщики Су-34 приступили к нанесению ударом по объекту переработки нефти. Такая мощная поддержка с воздуха позволяет регулярным подразделениям Сирийской Арабской Республики ввести успешное наступление на террористов сразу по всей линии фронта. Боевиков отбросили с позиций под Алеппо и в провинции Идлиб, на склонах в Горной Латакии и в пустынной Пальмире. Скрывать потери полевые командиры джихадистов уже не в силах. У нас есть множество доказательств эффективности ударов российской авиации. Они нанесли невосполнимый ущерб международным террористическим организациям на территории Сирии, нарушили их систему управления и снабжения. Эта помощь придает силы нашему народу и играет решающую роль в успехах сирийской арабской армии. Каждый удар российской группы прорабатывается по разведданным с беспилотников и спутников на орбите планеты. Согласование занимает считанные секунды и только после отдается приказ на уничтожение. После боевого задания все самолеты возвращаются на авиабазу Хмеймим. Для короткой передышки, смены экипажа, заправки и пополнения арсенала. После снова на боевое задание. Алексей Дякин, Борис Глоба, LifeNews, Сирия. В самом сердце Вашингтона встретились сторонники и противники приема беженцев из Сирии после череды громких терактов в Европе и на Ближнем Востоке. Противоборствующие стороны собрались на Капитолийском холме. Причем разрешение на демонстрацию было только у тех, кто беженцам США не рад. Губернаторы более чем 30 американских штатов отказались принимать на своей территории вынужденных переселенцев. Они раскритиковали решение Барака Обамы разместить в стране до 10 тысяч приезжих. Руководство лишь 10 штатов открыто высказалось в поддержку беженцев. Среди них и глава Вашингтона. Нужно быть осторожными, но нельзя поддаваться страху. Нужно позволить людям приезжать в эту страну. Так было всегда. Похожая акция прошла в Бостоне. Однако там сотни человек выступили с осуждением политики губернатора Массачусетса Чарли Бейкера. Он также вошел в число противников приезда сирийских граждан. Сотни американцев устыдили Бейкера и призвали к солидарности с народом Сирии. Ждем, любим, скучаем. В Египте всего за две недели после того, как резко упал поток туристов из России, уже закрылись десятки сувенирных магазинов. Доход у продавцов практически нулевой. Хотя в Шарм-эль-Шехе по-прежнему много отдыхающих, например, из Украины и Турции. Как Красное море тоскует по россиянам, знает не понаслышке Евгения Змановская. Сотрудники отеля Шарм-эль-Шеха уверяют, туристов из России сейчас не встретить. В основном на курорте отдыхают турки, египтяне и украинцы. Когда узнали, что мы из России, назвали нас красными паспортами, потому что другие туристы синими. Многие говорят, что очень скучают по россиянам и начинают рассуждать о политике. Путин как Сиси. Сиси как Бутин. Одинаково. Любите Путина? Да. Путин хороший друг, серьезный друг. Не зайка балалайка, как Обама. На пляже у бассейнов пусто, в баре нет заказов. В пункте проката, снаряжения для дайвинга, клиентов практически нет. Без вам плохо в Египте. Давай, мы вам ждем. Наряд будем, место. Еще много будем сделать. А скидки будут? Обязательно скидка. Скидка обязательно. Это самое главное. Русские любят так. Да. А кого сейчас здесь больше всего? Вообще никого. Самая популярная египетская экскурсия погружение на морское дно подесвела в два раза. Теперь стоит примерно около 100 египетских фунтов. Это примерно 800 рублей. Маска, жилет, ласты, да еще инструктор в придаче. Но желающих увидеть подводный мир здесь нет. Из россиян в этом отеле, например, только мы с оператором. В основном здесь отдыхают граждане Украины. Как признаются экскурсоводы, на экскурсии они не тратятся. Говорят, мол, денег нет. В отельных магазинах пылится товар. Продавец Ибрагим рассказывает, его брат уже закрыл свою сувенирную лавку и уезжает домой, в Каир. Скорее всего, Ибрагим тоже последует его примеру. Скучно, например. Жалко. Очень жалко. Очень жалко. А у тебя здесь как дела? Продается нормально все? Очень мало. Мало? Да. Что? Продавец очень мало. Только один человек, два человека каждый день. Я видел. Вообще ужас. Ужас. Скажите на русские люди. Очень жалко. На эгипские люди здесь. Поэтому мало людей. Русские люди не приехали сюда. Поэтому все эгипские люди грустные. Грустные? Да. Когда Ибрагим узнал, что мы из России, настроение продавца сразу поменялось. Стал вручать нам подарки, лишь бы зашли к нему еще раз. В такси первым делом спрашивают, откуда мы. Думают, из Украины. Долго не верят, что смогли добраться из Москвы к ним в Шар-Мальшеих. Сколько? Москва, да. Серьезно? Да, да. Какой самолет? Это Израиль? Транзит потом? В Стамбул. А-а-а! Потом из Стамбула в Каир. И из Каира в Шар-Мальшеих. Водитель такси Иосиф рассказывает, что туристов из России очень не хватает. Не только потому, что они не скупятся, когда рассчитываются. Они еще всегда веселые и доброжелательные. Первый турист русский. Первый. Это самолучший. Второй украинский. Почему? Потому что хороший человек. Нас он довез бесплатно. Еще и станцевал за рулем. На днях президент Египта в одном из своих интервью заверил жителей, что государство окажет поддержку туристическому и торговому бизнесу. А российские турфирмы уже ищут альтернативные пути трансфера, желающих отдохнуть в Египте. Евгения Змановская, Егор Кочуров. Египет. Лайф-Ньюс. Болел за «Спартак» с момента основания. Старейший фанат красно-белых Отто Фишер скончался по Челябинскому. Ему было 102 года. Из них 9 десятков лет. Он поддерживал любимую команду. По словам близких, недавно ветеран перенес операцию, а после этого инсульт. Для прославленного футбольного клуба колоритный и позитивный Отто Константинович был своеобразным талисманом. В марте этого года тот самый дедушка был почетным гостем на матче «Спартак-Динамо» и открыл дерби символическим ударом по мячу. Прощание с Отто Фишером состоится в понедельник. В огненной ловушке оказалось юго-восточное побережье Австралии. Лесные пожары в регионе подобрались настолько близко к жилой зоне, что людям пришлось спешно спасаться Бетцевым. На пути у стихии оказался парк развлечений популярных туристов. Посетителей сразу же эвакуировали. Опасность подстерегала и отдыхающих на пляжах. Не все успели вовремя покинуть берег. Тем, кто замешкался, полиция велела искать укрытие прямо в воде. Уже оттуда австралийцев забирали на катерах. Десятки пожарных бригад пытаются справиться с огнем. В операции задействован вертолет. Добавлю, что еще накануне температура в отдельных регионах страны превысила 40 градусов по Цельсию. В американском штате Нью-Йорк уже вовсю готовится к зимним праздникам. Там построили поистине гигантский пряничный домик. Его вес превышает 800 килограммов, а высота 7 метров. Кулинарное чудо установили прямо в холле отеля. Все материалы для изготовления домика съедобные. Вот окна, к примеру, сделаны из конфет. Авторы без лишней скромности называют свое творение произведением искусства. Руководство гостиницы рассчитывает, что мегапряник продержится до Рождества. И сладкоежки не растащат его на угощение к чаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это их спасло. Еще трое граждан России в тот момент находились в аэропорту. О малейском кошмаре следующий репортаж. Это имена россиян, которые погибли в результате террористической атаки в Мали. Все они из Ульяновска. В их родном городе повесили памятную табличку. Сюда люди несут цветы, зажигают свечи. Да, безусловно, это очень печальное, очень неприятное событие. И я лично, и, естественно, все ульяновцы выражают самые искренние соболезнования ребятам, которые по велению, скажем так, судьбы оказались в этом месте. Мы все переживаем вместе с ними, с их родственниками. Погибшие россияне были сотрудниками авиакомпании «Волга-Днепр». Во время служебной командировки вместе с коллегами жили в отеле «Рэдисон Блю в Бомако». Утром вышли из своих номеров и спустились на завтрак. В это время к отелю на машине с дипломатическими номерами подъехали боевики. Расстреляли охранников. Затем захватили заложников. Нескольких отпустили. Тех, кто смог процитировать строчки из Корана. По остальным начали стрелять. Я была в отеле, когда началась стрельба. Я связалась со своими коллегами. Мне сообщили, что произошел захват. Я следовала всем указаниям. Нам велели сохранять спокойствие, держаться подальше от окон и спрятаться. После 10 часов переговоров здание решили штурмовать. На помощь малийским войскам пришли американские и французские солдаты. В результате теракта погибли 19 человек. Среди жертв граждане Америки, Франции, Китая, Турции и Германии. 7 человек госпитализировали. Сахаро-Сахельский регион, куда входит в частности Север-Мали, является одним из опаснейших террористических очагов на африканском континенте сейчас. И Мали находится на переднем крае борьбы с исламским терроризмом. Борьба ведется уже два с лишним года. Ответственность за произошедшее взяла на себя малийская радикальная группировка, близкая к Аль-Каиде. Два террориста убиты. Службы безопасности Мали ищут еще троих подозреваемых в причастности к атаке. В республике введен режим чрезвычайного положения, как минимум на 10 дней. В Мали уже несколько лет не стихает гражданская война. Весной 2012 года там произошел госприворот. Боевики формирования Ансар-1 захватили власть. В 2013-м Франция и Германия отправили в Мали международный десант и свергли исламистский режим. Но к политической стабильности это не привело, утверждают эксперты. Там слабое государство. Там нет собственно нации никакой, там есть племена. Там полностью коррумпированная полиция и вооруженные силы. Там, понимаете, нет какого-то стержня. Семьям погибших россиян выплатят компенсацию. В Ульяновской области понедельник объявлен днем траура. Скорбят и жители республики Мали. Анастасия Цепиева, Андрей Ященко, Ирина Топоркова, Life News. Десять новых подозреваемых в связях с террористами задержали в ходе рейда в Брюсселе и его окрестностях. Полиция ведет охоту за сбежавшим после парижских терактов боевиком Салахом Абдесламом. В бельгийской столице в субботу объявили наивысший уровень террористической угрозы. Отменены все массовые мероприятия в общественных зданиях. Закрыто метро, рынки, торговые и спортивные центры, галереи и музеи. С наступлением темноты работу прекратили бары и рестораны. Не состоится выступление известного французского рок-певца Джонни Холидея. Шоу-звезды перенесли на следующую весну. Для граждан открыли экстренную телефонную линию. Улицы патрулируют полиция и армия. Во время обысков в эмигрантском квартале Мэленбеке обнаружили химические и взрывчатые вещества, также оружие. Власти не намерены останавливаться на достигнутом. В МВД предлагают проверить все квартиры, где проживают вернувшиеся из Сирии иностранцы. Несмотря на эти меры, премьер-министр страны призвал бельгийцев сохранять спокойствие. Правительство просит население быть на чеку, но также мы просим избегать паники. Необходимо мыслить трезво. Мы относимся к ситуации очень серьезно и будем и дальше принимать все необходимые меры, согласно той информации, которую мы регулярно получаем и анализируем. Расследование терактов в Париже привело и в Турцию. В курортной Анталии задержали трех предполагаемых террористов. Одного из них подозревают в отборе целей для нападения на французскую столицу. По данным турецкой прессы, 26-летний Ахмед Дахмани гражданин Бельгии марокканского происхождения. У следствия есть данные о том, что он тщательно изучал именно те места в Париже, где в прошлую пятницу действовали террористы. Кроме того, под стражей оказались и двое сирийцев. Они, предположительно, должны были оказать Дахмани содействие. Первая помощь для террориста. Выживший в терактах в Париже медбрат рассказал, как по незнанию пытался спасти одного из смертников на бульваре Вольтера. На этих кадрах видно, как медик делает непрямой массаж сердца бездыханному молодому человеку. Лишь спустя несколько минут парижанин начал понимать, кто перед ним. Его догадку подтвердили и прибывшие на место спасатели. Боевиком оказался бельгиец Ибрагим Абдеслам. Позже удалось установить, что его поезд Шахида сработал не по плану. Иначе жертв могло быть намного больше. Когда я увидел пострадавшего на полу, он был без сознания. В его внешности не было ничего особенного. Но потом я заметил, что в боку у него страшная рана, огромная дыра. Я разорвал на нем футболку и увидел провода. Тогда я понял, что стало причиной взрыва, и что передо мной смертник. Только несколько дней спустя я осознал, что мое решение помочь этому человеку едва не стоило мне жизни. Я до сих пор об этом думаю. Возмездие за теракты российская авиация усилила удары по позиции могил в Сирии. С боевиками борются крылатыми ракетами, осколочно-фугасными и бетонобойными бомбами. К операции против террористов подключилась Каспийская флотилия. Уже на подходе авианосец Шарль Деголь. Российский флот готовится к совместным действиям с флагманом французских военно-морских сил. За развитием событий следит мой коллега Олег Сидякин. Вертолетная пара в воздухе – обязательная мера безопасности. Штурмовики Ми-24 «Лань» по классификации НАТО из-за своих очертаний у российских военных получили прозвище «Крокодил». Ударные винтокрылые машины постоянно патрулируют периметр авиабазы Хмеймим под Латакией, где базируется авиагруппа ВКС России. Несмотря на то, что боевиков сирийская армия отбросила на границы провинции, остается вероятность прорыва диверсионных групп, в особенности по горам, которые в паре десятков километров от взлетки. После того, как вертолетчики подтверждают окрестные высоты чисты, экипажи получают приказ на вылет. Техники досконально проверяют все узлы и системы самолетов. Специалисты по вооружению крепят арсенал. Только после боевую машину принимает командир. Лица летчиков показывать нельзя. Это не цензура, меры безопасности. После осмотра на взлетке выстраивается целая очередь из самолетов. Российские экипажи каждые полчаса поднимаются в небо на истребителях, бомбардировщиках и штурмовиках. Они оказывают активную поддержку в зоне боевых действий правительственной армии. И в результате освобождают сирийскую землю от террористов организации ИГИЛ. Операция российской авиагруппы в сирийском небе уже получила говорящие названия «Возмездие». Со взлетки уходят проверенные во многих конфликтах эскадрильи штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24. Их работу прикроют истребители Су-30СМ и совершенное оружие воздушно-космических сил, многоцелевые комплексы поколения 4++ Су-34. У каждого под фюзеляжем самое современное вооружение. Кроме осколочно-фугасных бомб калибра 250 и 500 килограммов, на позиции террориста сбрасываются бетонобойные бомбы и самые современные, управляемые и корректируемые. Однако, по мнению главнокомандующего Владимира Путина, и этого недостаточно. К действиям авиагруппы подключают стратегическую авиацию и корабли в Средиземном и Каспийском морях. 20 ноября корабли Каспийской флотилии выполнили пуски 18 крылатых ракет по 7 целях в провинциях Рака, Идлиб и Алеппо. Все цели поражены. Результат ударов наших крылатых ракет попадает в объективы пропагандистов Исламского государства. При резком свисте в воздухе экстремисты начинают усиленно молить о пощаде, но уже поздно. Аллаху акбар, Аллаху акбар, саруф, 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 Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. За полтора месяца активной фазы выпущена сотня крылатых ракет.